Сегодня практически у каждого третьего человека есть личный автомобиль. А ведь буквально 30 лет назад люди больше пользовались велосипедами. Это экономично, полезно для здоровья и не наносит вреда окружающей природе. Теперь же этот вид транспорта стал встречаться разве что в различных спортивных соревнованиях. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, наш следующий сюжет. Велопоход – это отличный способ активного отдыха, который позволяет испытать незабываемые эмоции, дает возможность узнать много нового, а также улучшить свое здоровье и физическую форму. Специалистами Управления по делам молодежи на территории нашего района был организован велопоход по местам боевой славы «Живая память поколений». Главная его цель – патриотическое воспитание молодежи, пропаганда воинской доблести и славы. Данный велопоход у нас стал уже традиционным. Все ребята очень активно в нем принимают участие. Всем интересно, хорошо проводят время. Ну и, естественно, для того, чтобы все прошло без каких-то происшествий. Ребят сопровождают у нас две машины сопровождения. Одна машина ГАИ, другая машина Управления по делам молодежи. Едут они абсолютно без каких-либо вещей. То есть у нас все едет в машине. Медработник с ними будет находиться постоянно все это время. Ну и так далее. Все меры безопасности, которые необходимы при проведении этого похода, все максимально приняты. Ребята стартовали от памятника бойцам Таманской армии. Им предстояло проехать несколько километров, чтобы на местах боевой славы почтить память воинов-освободителей. Первая остановка велопутешественников – памятник воинам-пограничникам в микрорайоне Кубриз. После возложения ребята отправились в хутор Маевский к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участвуя в велопоходе, у меня гордость за мое отечество, за мою родину. Следующая и конечная точка путешествия – Прикубанское сельское поселение. История хутора Прикубанского уходит далеко в прошлое и насчитывает более 130 лет. Казачьи традиции здесь сохранены и по сей день. Ребята посетили музей в хуторе Прикубанском, где хранятся летописи казачьих родов, предметы быта, старинные фотографии. После чего участники велопохода возложили цветы к памятной стеле, установленной в честь офицера-десантника Павла Ступина. В хуторе Прикубанском ребята закончили свое велопутешествие. Во время поездки славянцы полюбовались красотами своей малой родины, а также прекрасно провели время в кругу друзей. Сегодняшний велопоход для меня очень многое значит. Это повторение истории, память. Велопоходы в нашем районе давно стали традиционной формой летнего отдыха. Тем более, что в последнее время активно развивается мода на здоровый образ жизни. Оставшееся время на летних каникулах ребята планируют провести также интересно и весело. Благо, для этого созданы все условия. Ведь для славянских ребят запланирована обширная программа. Это и экскурсии, и многодневные походы, и туристические слеты, и еще масса разных интересных мероприятий. Так что, когда придет время писать сочинения на тему «Как я провел лето», славянским школьникам будет что рассказать. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов. Программа «События». Калинина, Игорь Ванчугов. Продолжение следует...